День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Говоря о событиях этого дня, 25 августа, мы как-то забыли упомянуть о том, что именно сегодня в 15 часов в школе бизнеса Туриба состоится презентация книги, которую подготовила вот школа делового администрирования Туриба. Туризм в Латвии сквозь века. История развития и перспективы. Собственно, мы забываем, может быть, о том, что как-то во времена пандемии какую роль важную играл, во всяком случае, играл туризм в экономике многих стран, в том числе и Латвии. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, но до этого доля туристического сектора достигала даже 4% ВВП. Ну и оценивая вот прошедший опыт и, может быть, заглядывая в будущее, потому что все-таки надеемся, что пандемия не продлится вечно и туризм постепенно восстановится. Вот, может быть, обо всем, об этих перспективах и роли исторической, а может быть, о самой книге мы поговорим с доктором экономики, ассоциированным профессором Высшей школы бизнеса Туриба, Эрикс Лангебердзинч. С нами на прямой связи по Зуму. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Эрик. Правильно ли мы действительно озвучили вот эти цифры, что до пандемии туристическая отрасль составляла около 4% ВВП, потому что это достаточно серьезная сумма? Да, ну это правда, это довольно серьезная сумма, так можно тоже сказать, но если мы смотрим в целом в разных стран Европы и мира, какая обычно бывает часть туризма в экономике, ну тогда можно сказать, что мы соответствуем такому нормальной системе экономики, где действительно часть услуг есть, и в том числе туризм, и если мы смотрим на 4%, ну можно сказать, что это очень такой собалансированный уровень, насколько государство зависит от туризма. Мы сейчас даже видим, например, те страны, где туризм был 15-20%, да, что это, ну, сложности в экономике, они стали более крупными, например, чем у нас. Но, тем не менее, то, что всегда важно понять, что в туризме, ну, очень много людей работает, потому что оказывать услугу мы можем использовать модерные технологии, но если мы пойдем в рестораны или в гостиницы, ну тогда все равно надо людей, которые делают все то, чтобы мы почувствовали себя комфортно и чтобы нам это было интересно. Но в эти 4% они входят, вот как раз сфера гостеприимства? Да, это тоже, обычно, ну, в этой цифре берется вместе то, что туризм и то, что гостеприимство, гостиницы, рестораны, даже еще разные отрасли, которые стоят очень близко к туризму. Но сейчас мы смотрим и во время пандемии, многое слышали, как, общаясь с Министерством экономики и целом, смотря на ситуацию в экономике и сфере туризма, ну, мы поняли, что в Латвии на самом деле нам, ну, иногда надо прибавлять еще ту цифру, которые мероприятия, например, ту цифру, которые дают в экономике международные транспортные услуги. И еще есть такие, ну, разные дополнительные услуги, которые в целом создают вот эту систему, экосистему туризма, как мы иногда это называем. Ну, в любом случае, мы не скажем, какая-нибудь Италия или Греция с культурным туризмом, а мы не какой-нибудь Таиланд с однозначно пляжным туризмом, или там Турция, Тарасамы. А как в течение лет, десятилетий, столетий, может быть, менялся туризм в Латвии? Ну, я бы, я, наверное, не соглашусь в том, что мы не направление культурного туризма. Я бы сказал, что на самом деле одно из основных направлений, как мы развивали туризм в Латвии, это именно вот культурный туризм. Потому что, если мы смотрим в целом на мир, ну, тогда мы находимся в регионе, где на самом деле очень много разных периодов культуры, и у нас очень, ну, ценные материальные и нематериальные средства, которые, ну, интересны в туризме. Ну, а то, что касается, вот как туризм развивался, ну, на самом деле, вот тогда я бы хотел прогласить сегодня три часа на открытие книги, потому что, ну, это то место, где 14 разных авторов, вот посмотрели, как это развивался туризм за последние 30 лет на самом деле, и еще немножко больше. И то, что мы увидим, что, ну, мы можем сказать, что развитие туризма в целом в Латвии было очень успешным, потому что за 30 лет мы создали систему, которая была способна работать и продолжает работать, что у нас каждый год увеличилось количество иностранных и местных туристов, что туризм стал очень, ну, можно так сказать, разным, что у нас есть разные направления, у нас есть разные продукты, у нас есть туризм культуры, у нас есть туризм мероприятий, у нас есть продукты, которые на базе природы были развиты, и у нас есть, ну, то, что мы называем просто отдыхом как целью туризма. Так что мы можем видеть, что, ну, та система, которая была создана начиная с 91-го года про управление туризмом, как развились туристические ассоциации, и как мы создавали такую юридическую базу, чтобы туризм мог функционировать. Ну, не можно сказать, что мы сделали очень много ошибок, и если была возможность что-то делать заново, ну, тогда мы делали все по-другому. На самом деле, вот так ретроспективно, смотря на последние 30 лет, то, что можно увидеть, что на самом деле мы можем использовать ту систему, как мы работали до этого, просто чтобы продолжать и двигаться дальше. И, ну, основная цель в данный момент, конечно, восстановить отрасль в том формате и в том объеме, какая она была до этого. Сколько нам ресурсов, время, энергии, идеи понадобится. Это вот, ну, оставили как тему, может, и для другой книги кому-то написать. Ну, безусловно, желаем отрасли вернуться к прежним цифрам и идти дальше, и развиваться. Но вот именно что касаемо развития. Можно вспомнить каких-то 10-15 лет назад, особенно с приходом лоукостеров, Рига была направлением для мальчишников, вот этих бешеных толп молодых британцев. Потом картина поменялась, стали появляться более солидные люди, семьи, культурный туризм и так далее. Потом добавился, действительно, все это проходило через медицинский туризм, туризм мероприятий. Какое направление, на ваш взгляд, если вынести за скобки пандемию? Ну, как будто бы вот все в порядке. Мир вернулся к прежней точке. Или мы изменились, но можно продолжать, не опасаясь, что опять что-то изменится, локдаун и так далее, и так далее. Какое направление именно для Латвии, конкретно для Риги, вы как профессионал видите наиболее перспективным? Я думаю, что если говорить про Ригу, тогда то направление, где мы уже работали, где отрасль работала с культурным туризмом и туризмом мероприятий, но несмотря только на те мероприятия, где мы хотели бы увидеть 10 тысяч человек, наверное, это на какое-то время немножко остановилось, но если смотреть на те продукты, культуры, которые появились сейчас за время пандемии, концерты маленького формата, концерты и мероприятия, которые выходят из рамки мест мероприятий, формы, как культура может выйти из рамков музея, например. Прошлым летом 2020 года у нас был фестиваль Рибока, мне кажется, это вот такой пример, как мы можем идти дальше. В этом году фестиваль Рига-Юрмала, что происходит в разных местах, разных периодов, и я думаю, что это то направление, где мы больше и больше увидим новых, ну, можем их назвать продуктами туризма, но это то направление, где мы интересны. Мы никогда до этого не были направлением массового туризма, и, наверное, мы и останемся в том формате, где, ну, сравнительно такой лексики и культура, есть массовый концерт, есть концерт камерной музыки, да, ну, вот тогда я бы видел, что в Риге есть такой довольно развитый, довольно интересный, но направление, ну, такого камерного формата туризма. Это значит, что, ну, есть, конечно, у нас есть группы, есть индивидуальные клиенты, есть те мальчишни, которые упомянули, мы не можем исключить какой-то сегмент из туризма, но в целом и месторасположение, и та инфраструктура, которая у нас есть, и те культурные ценности, как и они есть, они создают довольно стабильную базу, чтобы на этом развивать то направление. А другое, конечно, мы сейчас, вот за полтора года отрасль показала, что мы очень хорошо можем войти в такой следующий уровень, как создавать новый формат мероприятий, то, что мы называем хибридным форматом. У нас есть помещения, довольно большие инфраструктура, где может часть мероприятий происходить на месте, но и у нас есть довольно хорошо развитая инфраструктура IT-технологий, которая дает возможность, ну, этому формату выйти из рамка вот одного места или города. И я все-таки бы хотел надеяться, что Рига может стать такой базой для этих хибридных эвентов, хибридных конференций, например, потому что у нас есть, ну, у нас есть уже опыт, который мы успели хорошо развить за этот период. И я думаю, что есть и желание, потому что если что-то сохранилось еще в отрасли и предприниматели, которые работают в сфере туризма, да, тогда, ну, это такое очень большое желание идти дальше и показать всем, что в Латвии в целом в туризме может развиваться. Восток или Запад? Вот какие ориентиры, с каких регионов мы можем ждать? Может быть, какие-то новые интересные, скажем, туристические направления? Я имею в виду, откроют Латвию из стран Азии, мы видим все больше и больше туристов. Вот насколько здесь можно охватить какие-то новые регионы, привлечь их сюда, в Латвию? Я бы сказал, что это, наверное, вопрос не «или», но «и». Нам необходимо, конечно, комбинации и Запада, и Востока. С одной стороны, конечно, Европа в целом является самым крупнейшим туристическим регионом в мире. Но это значит, что из всего мира самое большое количество людей приезжает именно в Европу. Это значит, что нам, мы обязаны быть довольно умными, чтобы найти возможность, как поймать этот турист, который был привлечен к Европе, чтобы он не остался в Праге, Берлине или Будапеште, но чтобы он доехал и до Риги. Но мы сами можем это делать и работать. И если смотреть, например, довольно рядом у нас есть Финляндия. Финляндия и в будущем останется таким одним из базовых мест транзитных пассажиров, которые приезжают именно из Азии. Вот авиасообщение между аэропортом Хелсинки и разными городами Азии нам дает, я думаю, очень хорошие возможности, чтобы создавать этот маршрут, как поток туристов из Азии, как он приезжает и здесь. Но эта задача в будущем, и то, что было делано и до этого, что это общая работа всех стран при Балтии. И все-таки мы видим, что в дальних рынках или это Азия, или это США, или в будущем Латвия, мы направление, которое воспринимается как регион Балтии. Я бы сказал, что это было бы неумно стараться доказать, что в Азии Латвия – это одно направление, которое стоит сама на своих ногах, не связано в целом с регионом. Но у нас еще есть, я считаю, что такая возможность, которую мы полностью не использовали – это те ближние страны, которые у нас чисто географически есть. Российский рынок у нас был до этого довольно важный, но это не все. Есть еще и Украина, есть Казахстан, есть разные страны, которым мы интересны просто из-за нашей истории, из-за места расположения и опять из-за того продукта, который у нас есть. И я опять иду обратно к основному продукту, который у нас есть, что это природа и это наша культура. Нам в целом, конечно, когда мы смотрим, где найти новых направлений, основная задача – понять, где есть рынки, где мы можем своим продуктам сделать какой-то сюрприз, открытие, что у нас есть что-то по-другому, чем это у вас. Напомню, мы беседуем с доктором экономики, ассоциированным профессором Высшей школы бизнеса Тури Баэриксом Лингеберзеншем. Конечно же, мы обсуждаем туризм. Скажите, профессор, учитывая все вышесказанное, имеет ли нам смысл отстраиваться от наших ближайших соседей или прям единым фронтом вместе с Литвой и Эстонией завоевывать далекие рынки? Ну, во-первых, и дешевле, и предложение можно какое-то совместно разработать? Или лучше работать порознь? Ну, я думаю, тут надо понять, где мы идем вместе и где мы остаемся конкурентами. Мы выйдем, и даже в этот год, в прошлом году, что есть страны, где мы можем успешно идти сами по себе, сами как направление Латвии. И это очень хорошо работает, например, Финляндия или Германия, но нам, наверное, не стоит тратить крупные деньги, чтобы в этих рынках позитивировать себя, как регион Балтии. Но если мы берем Япония, Китай, Индия, Малайзия, Индонезия, эти все страны, где даже скандинавы идут вместе, финны, шведами, норвегичанами, датчанами, они идут вместе, потому что они понимают, что мы воспринимаемся как один целый регион. Но это то же самое, что можем ли мы назвать все острова, которые находятся в Южно-Восточной Азии? Ну, наверное, нет. Мы можем, не знаю, наверное, первое, что придет, это, может, место Балы или что-то такое, но назвать, как называется остров, где находятся Балы и что находится рядом, мы это не сумеем. Можно тратить очень большие деньги, чтобы обучить всех нас, но если смысл этого, это то же самое, ну, если мы берем, даже не берем Китай, но немножко что-то поменьше, ну, если человек откроет или даже турагент открывает карту Европы, тогда, конечно, он увидит, что есть в Германии, есть в Великобритании, Италии, но то, что остается другое, это будут регионы, Центральная Европа, это будет Северная Европа. Если мы умно это можем продать, ну, мы можем стать регионом, который называется Прибалтика. Но нам тогда в этом надо, конечно, дружить с литовцами и эстонцами. Как мы видим, до этого иногда это успешно удалось, иногда, ну, не так успешно. Например, если смотреть на рынок Японии, что было делано до этого, этот формат, где все три страны идут вместе, он довольно успешно и был сделан. Но это, ну, такой один хороший пример. Я бы хотел обратить внимание, что на такие крупные страны их довольно много остается еще на карте мира. У меня вопрос вот связанный с тем, как привлечь, то есть понятно, что чтобы привлечь туристов из-за рубежа, необходимо рекламировать себя, тратить деньги. Вот насколько мы готовы, ну, какие суммы вложить вот в раскрутку, как говорят, вот может быть грубовато, вот нашего направления туристического. И кто должен вкладываться, государство или, учитывая, что туристический бизнес находится все-таки в частных руках, вот какие-то частные компании. Вот как это должно происходить, по вашему мнению? Та система, как в данный момент это происходит, что у нас есть список стран, список рынков, которые являются высокоприоритетными, приоритетными и секундарными. Эта система, ну, этот список стран, он был создан вместе с отраслью. Сейчас тоже в Латвии есть такой консультативный совет при Министерстве экономики, где именно отрасль вместе с Министерством экономики, который у нас отвечает за отрасль туризма, смотрит на те направления, где тратить деньги и где не тратить деньги. И, с другой стороны, никогда мы не будем в такой ситуации, что список приоритетов, которые есть у государства, будет соответствовать всем приоритетам, которые есть у предпринимателей. Но из-за этого у нас есть возможность, которая называется проект международной конкурентоспособности, где предприниматель может получать поддержку в рамках до 80% за те инициативы, которые были сделаны с их стороны по привлечению иностранных туристов. И это такой баланс, что есть основные рынки, где, может, государство идет своими деньгами, но если это мало или неинтересно, ну, конечно, отрасль старается в формате диалога поменять этот список, чтобы он соответствовал полностью тем направлениям, которые интересны у отрасли. Если система так должна работать, тогда есть и другие возможности, где получить финансы. Но маркетинг туризма – дело дорогое, потому что в маркетинге туризма, то, что мы стараемся делать и какая основная цель маркетинга туризма, ну, это менять мышление, менять понятие, вот, куда я хочу путешествовать. Вот, например, ну, если мы выйдем в Латвию, что всем интересны южные страны, там, поехать в Турцию, Грецию, Италию, да, вот представьте, представим сами себя, что, какую информацию в каком формате нам надо получать, чтобы мы вот стали сейчас, нет, лучше поедем, там, в Финляндию. В Финляндии, наверное, будет лучшее направление. И много случаев есть такие туристические направления, которые, они бренд сами по себе. Да, ну, Италия, Испания, Соединенные Штаты, они будут направление сами по себе всегда. И стараться, ну, вот, поменять в целом воспринятие, вот, как турист видеть мир, ну, это довольно так сложновато. Но если возможность идти теми сегментами, где мы можем представить интересный продукт, и в Латвии в предыдущем периоде было сделано, ну, такое сегментирование рынков, просто чтобы понять, какой это портрет человека, которому интересно то, что мы тут предлагаем и каким. И, конечно, у нас нету пляжа с теплым морем, и в будущем, ну, это не будет. Значит, нам надо искать опять те, смотреть больше на сегментов, не столько, ну, сколько на один регион, страну или рынок. Потому что… Мы уверены, что все эти мысли… Ну, с логализацией… Да, Эрик, прошу прощения, пора заканчивать. Все эти мысли наверняка будут изложены в книге, которая сегодня в 3 часа дня как раз-таки будет презентована в бизнес-школе Туриба. Книга называется «Туризм в Латвии. Сквозь века. История, развитие и перспектива». Я был обо всем об этом широкими мазками. Мы беседовали с профессором высшей школы бизнеса Туриба, доктором экономики Эриксом Лингеберзиншем. Огромное спасибо, Эрик, и развитие желаем, конечно, отрасли туризма. У нас небольшая пауза, после которой вернемся со спортивным гостем. Кстати, мероприятие международного масштаба, которое тоже привлекает приезжих туристов. Радиоболтком